Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался, что так. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Доброе утро еще раз. Вас приветствует Радио Болтком. И я, Александр Шунин. У нас в гостях Елена Хорошкина, методолог, специалист по онлайн-образованию. Каждую пятницу мы сейчас устраиваем новую программу. Название ей будет «Пропригодность». Считывается профпригодность, пропригодность. То есть, чему мы годны, как можно научиться для того, чтобы… Чтобы пригодиться. Чтобы пригодиться. Где родился, там пригодился. А может быть и нет. Где учился, опять же, что тебе пригодилось, что не пригодилось. Заставку обещаем сделать к следующему выпуску. Елена Хорошкина, методолог, руководитель проектов онлайн-обучения, эксперт в вопросах онлайн-образования. И как раз сегодня мы поговорим про новые возможности для обучения во взрослом возрасте. Обучение, доступное каждому. И сейчас, перед тем, как мы расшифруем, о чем пойдет речь в ближайший час, я напомню телефона прямого эфира. Призываем вас участвовать, высказываться, о своем опыте рассказывать, вопросы тоже задавать. Итак, дозвониться до нас можно по номерам телефонов 6721-2939, 6721-3939, а также пишите нам на WhatsApp свои сообщения, номер чата 2306191. Итак, Елена, начинаем. Да, начинаем. И начинаем с того, наверное, опять же, тему сегодняшней встречи. Я подслушала в разговоре недавно в одной небольшой компании. Ну, мельком промелькнула такая фраза, что ну вот, ай, ну куда там вот. Ну, учеба это для детей, да. Для взрослых это уже дорого, это долго, да и голова не так уже работает. Вот. И поэтому вот этот долго, дорого, да вот чему уже научился там и пригодился, чего же там что-то менять, да. Меня это, в общем-то, очень резонуло слов, потому что я в корне не согласна с этим мнением. И сегодня вот как раз-таки хотелось бы поговорить о том, об опыте прохождения обучения во взрослом возрасте, потому что учиться во взрослом возрасте очень много возможностей. Ну, и сразу я хочу заметить, что вот эти вот аргументы долго и дорого, они не выдерживают критики, даже минимальные, потому что даже у нас в эфире на радиоболтком, сколько раз были гости, которые рассказывали о многочисленных возможностях, в том числе вот этот проект техгёрлс, абсолютно бесплатные занятия онлайн, да, на латышском языке, русского нет, но ничего, латышский язык нужен и важен, и можно приобрести знания, опыт и навык, и более того, потом сразу же их начинать применять. Получить новую профессию, переквалифицироваться. Да, получить профессию, переквалифицироваться или дополнить свои знания, потому что есть тематические направления, последние, например, курсы, о которых мы рассказывали, это были как раз-таки современные технологии, то есть IT-решения для медицинских работников, причём от самых простейших занятий, тех же самых медсестёр, до докторов, хирургов, то есть специалистов. Вот такое пересечение отраслей, да, и на пересечении этих отраслей вот появляются новые профессии, новые навыки, которыми овладеваем, и как раз-таки эту свою пригодность на рынке труда очень-очень расширяем. И я бы, наверное, тоже пригласила наших слушателей звонить, делиться своим опытом обучения уже во взрослом возрасте, чему учились, где учились, как вам училось, было ли сложно. А если не учились, что вас останавливает? Каковы ваши аргументы? В том числе, да. Ну, помимо лени, недостаток времени, дороговизна, любые причины нам интересны. Я напомню, номера телефонов 6721-2939, 6721-3939, ждём ваших звонков. Итак, мы определили, что возможности есть. Прозвучало название тех гёрлс, наверняка это не единственное направление, не единственный адрес, где можно найти подобные курсы. Давай чуть подробнее. Что ещё есть, какие возможности? Вот тут я сразу хочу рассказать о таком вот прям горячем пирожке и очень горячем предложении, особенно для тех, кто, может быть, не очень любит онлайн или не очень доверяет обучению у частных лиц, у экспертов, а вот предпочитает обучение в вузах или в таких вот аккредитованных учебных учреждениях, то, возможно, многие слышали, хотя, оказывается, хоть проект существует уже более 10 лет на рынке Латвии, о нём не все ещё всё-таки слышали. Проект называется «Мацейбаспиаугушием. Обучение для взрослых». Вводите в поисковик «Мацейбаспиаугушием. ЛВ». Мы потом можем, кстати, к эфиру кинуть ссылочки. И вы увидите, что до 24 апреля продлён приём завявок на обучение различных программ, связанных в том числе с прокачкой дигитальных навыков. Мы в одной из наших передач уже говорили о том, что вот эта цифровая грамотность – это очень-очень важный навык 21 века. Без него сейчас, ну вот, действительно, нигде не пригодишься практически. Поэтому приглашаю изучить эти программы. И до понедельника есть возможность заявиться на одну из программ, которая вас заинтересует. Очень важные моменты, да. То есть заявить себя можно на одну только программу, да. Если раньше это можно было там выбирать несколько программ, а потом, ну, куда меня возьмут, куда я всё-таки больше захочу, то сейчас, хоть и мало времени осталось, но есть смысл остановиться на чём-то одном. Обучение, конечно, происходит на латышском языке, но смешанные группы, и обычно преподаватели тоже лояльные идут навстречу. Если вдруг вам сложно на латышском выразить свою мысль, то вот этот смешанный, пусть даже в перемешку с русскими словами латышский, он тоже работает, это тоже возможность, ну, в том числе прокачать языковые навыки, да. И что касаемо самого процесса обучения, обучение начнётся в мае-июне этого года, то есть вот не прямо завтра, да, вы записались и прямо завтра. А самое интересное и самое сладкое в этой всей истории, что оно спонсируется Европейским Союзом. И государством. И государством. На 90%. Да, то есть 90% стоимость обучения покрывается государством и европейскими фондами. Ваша доля сооплаты, да, late financiers, составляет только 10%. И это суммы где-то от 18 до 60 евро за, ну, в зависимости от того, какую программу вы выберете, за прямо несколько месячный курс. Может быть и такое. То есть соотношение вот этот вот аргумент, который, ну, это дорого сейчас учиться взрослым, вот здесь он реально рушится, потому что это действительно по нашим временам один поход в магазин. Ну, по большому счёту, да. И программ, ну, на самом деле, да, вот этот сайт mazibaspelgushim.lv очень подробно всё разложено, там по вертикалям есть вот этот рубрикатор, все программы можно выбрать. Очень хорошо работает поисковик, да. Да, поисковик. И вот просто первое, на вскидку, моделирование 3D стоит 56 евро 32 цента. Программа автокад столько же, 56, 32, ну и так далее. И там вот таких вот, ну, может быть, сложных для понимания автокад, там есть дигитальный маркетинг. Кстати, несколько лет назад я сам по этой программе в банку Аукскола проходил эти курсы. Ну вот, у тебя есть ещё возможность, потому что в этой программе можно за весь вообще период участвовать дважды. То есть есть ещё возможность поучиться. И, в общем-то, там от дигитального маркетинга, э-коммерции, если у кого-то есть идея открыть свой электронный бизнес, интернет-магазин, торговать, продавать не только там с рук на руки, да, а в том числе там в интернете, то там есть программы, которые обучают электронной коммерции, программированию на различных языках, ну вот в том числе использование компьютерных программ автокад и так далее. То есть всё и вокруг да около дигитальных навыков различного уровня. Что, да, про различные уровни, цифровые различные знания. Вот один из курсов, я просто здесь листаю тоже за время беседы, то есть с нулевым знанием вообще понимания, как работает компьютер, тоже можно записаться и понять хотя бы самые основы. Ну и опять же, там есть основные офисные программы, Word, Excel, что там ещё. С нуля до продвинутого. Программы по логистике, опять же, разные уровни сложности сначала до продвинутого. Складские программы различные по управлению складами и так далее. Но именно в таком дигитальном, именно в компьютерном использовании, это автоматизация каких-то производств. То есть везде, где есть вот эта цифровая составляющая, то смело заходим, вводим в поисковик ключевое слово, от которого можно дальше вести поиск, и подбираем себе программы. Обучение проходит как онлайн, то есть это чаще смешанное, то есть определяются конкретные места, посмотрите, где это оффлайн, то есть надо будет приходить на занятия, какая-то часть будет проводиться в том числе онлайн. То есть в описаниях программы это всё описано. Вот мне очень интересно, кто-то из наших зрителей, слышателей, проходили ли, участвовали ли в этих программах, и, может быть, какие отклики. Потому что очень большое количество учебных центров предлагают вот эти свои услуги. И эти центры, они разбросаны по всей стране. Это не только Рига, это и Курга, и Елгово, и Екапилос, и Даугавпилос. И можно выбирать ближе к дому, да, то есть это тот вариант, когда вот, может быть, не очень доверяете онлайн обучению, пожалуйста, есть такая возможность учиться недалеко от дома, оффлайн. И это ещё очень хорошая такая возможность, знаете, нетворкинга, выйти из дома, познакомиться с людьми со схожими интересами. Там, может быть, что-то потом вместе, совместно замутись, что-то более интересное. Поэтому я очень призываю внимательно посмотреть на эти программы. И повторюсь, что до 24 апреля, это до понедельника, буквально, которое совсем не за горами, есть возможность пьета-эк-тес заявиться. Для оформления договоров никаких особых сложностей нет, или каких-то великих требований, да? Желательно, ведая из ГЛАИТ, ибо это среднее образование. Да. И в конце вот этого курса обучения выдается сертификат, который, в общем-то, бумажка с печатью и свидетельствует о полученных знаниях и навыках. Большое спасибо, да, Государственному центру развития образования за эту программу, в том числе то, что мы сказали, на 90% софинансируется этот проект из Государственного бюджета Латвии и Еврофондов. Но есть же и другие возможности, которые находятся в сети и всемирные, та же самая Курсера, например, платформа. Что про Курсера? Ну вот хотелось бы, да, то есть тоже рассказать, может быть, про такую платформу, как Курсера. И она, как раз-таки, может быть, для тех, кто, может быть, меньше доверяют латвийскому образованию или латвийским вузам или латвийским специалистам, а хотели бы получать образование мирового уровня, да, или от вузов и организаций европейского мирового масштаба. Вот. Или, опять же, многие, я слышала, те, кто учатся на платформе Курсера, это те люди, которые планируют работать в Европе. И там, может быть, есть какие-то дополнительные требования по образованию именно, ну не то, что европейскому, да, а уже более, может быть, крупных вузов, которые более высоки по рейтингам в Европе. Или же, опять же, в наши вузы, ну не готовят по всем специальностям, так вот, кое-что можно интересно найти на платформе Курсера. Это онлайн обучение, это онлайн такой marketplace, да, где большое количество курсов и программ повышения квалификации от лучших вузов мира. И там от Австралии, Новой Зеландии до Канады и там Исландии, да, представлены вузы и учебные заведения, которые часть своих программ в виде модулей предлагают пройти онлайн-формате и по окончании получить, и там, в зависимости от того, какая программа, да, предполагается, или тест, или экзамен, получить в том числе сертификат. Но на Курсе это все уже на английском. Все уже на английском, но есть очень шикарная опция, да, то есть я сама вот прохожу периодически там курсы, нахожу, там еще сохранились субтитры на русском. То есть ты смотришь онлайн обучение в записи, лекцию, и у тебя есть возможность, вот как на Ютубе мы можем выбрать язык субтитров, так и там в каждом описании курса присутствует, на каком языке есть, возможно, доступные субтитры. Ты включаешь субтитры… Экзаменный тест все равно придется на английском субтитры. Ну, тут это да, да, тут это все равно нужно будет. Но опять же, когда ты учишься, предполагается, что все-таки должен быть хороший, ну, достаточный уровень, я не могу сказать, что у меня, например, он очень хороший, но вариант, когда ты слушаешь, плюс имеешь субтитры, да, то это в том числе прокачивает твой уровень языка. Вот. Что касаемо сдачи теста, там нужно смотреть, в каком они в формате предлагают сдачу экзамена или теста, где-то это онлайн формат, где-то это просто, скажем такая, ну, без камеры, да, где-то камера, где-то защита каких-то проектов, а где-то это просто выполнение теста, и тут уже можно, как говорится, сколлаборироваться с кем-то. Главное же, ну, именно то знание, которое вы получите в процессе, да. Что касается знаний и их последующего применения. Ну, хорошо, скажем, я пройду десяток курсов на той же самой платформе Курсер или Масса Беспе, УГУШМ, у меня будет куча сертификатов, насколько они засчитываются в CV. Вот я прихожу к работодателю, и у меня указано, там, родился, жил, работал, получил образование, и отдельно дополнительное образование, у меня там 10 строчек Курсера, такая-такая-такая-такая. Нужно ли это работодателю, обращают ли они внимание на эти сертификаты вообще в принципе? Или когда наоборот отталкивают, если мельтешат, лишние строчки в CV только мешают? Ну, тут я отвечу, наверное, уже с позиции HR, все-таки 8 лет я проработала HR-директором крупной компании, и сейчас достаточно плотно много работаю, общаюсь с коллегами. Что касаемо вот дипломов, вообще образования и корочек, тут такая двоякая история. То есть, с одной стороны, с одной стороны, такая роль уже таких вот корочек, да, и вообще в целом, сейчас скажу ужасную вещь, в целом роль образования, высшего образования, оно немножечко уже теряет позиции. Слишком быстро все меняется и не догоняет высшее образование по своим скоростям и изменениям внутри процессов обучения до того, что требует рынок труда. Поэтому на смену приходят как раз-таки курсы, повышение квалификации, вот эти короткие программы, когда ты приходишь и получаешь, прокачиваешь какой-то конкретный навык. И вот здесь, когда меня принимают на работу, конечно, важно работодателю в первую очередь, чтобы я или выполнил тестовое задание, ну, например, в Excel что-то решить, посчитать быстро и будь у меня там трижды корочки по Excel, и как я классно могу, и как я классно проходила обучение ему, но если я не смогу выполнить задание, то явно меня на работу не возьмут. Поэтому в первую очередь, конечно, навык, да, во вторую очередь, в том числе, работодатели заинтересованы в персонале, в людях, в сотрудниках, которые занимаются саморазвитием. И вот я бы посоветовала в самом себе не указывать все там вот 115 курсов, которые вы заканчивали за последние 10 лет, а выбирать из своего вот этого послужного списка те программы, те курсы, которые непосредственно относятся к работе, на которую вы поступаете, на которую вы претендуете. С какой целью? С целью показать, что я развиваюсь, я саморазвиваюсь. Именно в этой профессии. Да, именно в этой профессии. И это тоже еще один момент, за что может быть зацепиться разговор во время интервью, и чем вы можете заинтересовать работодателя потенциального. С другой стороны, работодатель понимает, что это такая тоже вечная история, когда в компании люди работают, 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 загнать их на курсы достаточно сложно. Когда же работодатель видит, что несмотря на работу человек постоянно повышает свою квалификацию, в том числе за свой счет, это плюс, жирный плюс в копилочку вот этого CV, которая передо мной, то есть вероятность того, что вас пригласят и захотят встретиться, а может быть и попросят приложить какую-то корочку, она намного возвращает, возрастает. А что важнее в этой связи, корочка о законченных курсах, ее демонстрация, ну и прохождение какого-то тестового задания, либо показать какой-то готовый проект. У меня в бэкграунде, в моем прошлом был такой проект, и за счет реального результата показать свое умение что-то делать. Тут важно, вы знаете как, когда мы присылаем свое CV, свое резюме по e-mail, да, тут уже не прикрепишь все проекты. Тут очень важно пройти вот этот первичный отбор, первичное там вот сито, да, для того, чтобы глаз зацепился за рекрутера там или специалиста, который занимается подбором, зацепился за что-то, что захотело, чтобы вас захотели пригласить на это интервью. Но свой опыт можно описать в так называемом мотивационном письме. И, кстати, насколько обращают внимание на эти мотивационные письма, или они стали настолько однообразны, что скучно их читать, и они не нужны? Вот сейчас тогда вот продолжу. Поэтому вот все проекты, которые вы выполняли, да, когда составляются CV, их важно упоминать. Но важно упоминать не просто название проекта тогда-то такой-то, а важно упоминать какие-то факты, да, то есть там поднял оборот на столько-то, привлек столько-то клиентов, оптимизировали расходы на столько-то процентов, да. То есть работодатели, а бизнесмены интересуют результат. Не факт проведения какого-то проекта, какой вы молодец, да, и потратили там бюджет, а чего вы достигли, какого вы результата достигли. И вот это скорее зацепит. Вас вот в этой воронке, в этом сити, да, с вами, наверное, захотят встретиться. А если внимательно читаете, что запрашивает в объявлении работодатель, просит ли он предложить мотивационное письмо, и вот если просят приложить мотивационное письмо, потому что сейчас его не все просят прикладывать, потому что действительно там люди растекаются мыслью по древу, много воды, ни о чём, это вот время-время-время, некогда читать. Вот, если просят приложить мотивационное письмо, то вот там есть смысл сделать акцент, опять же, не о том, какой я коммуникабельный, какой я стрессоустойчивый, а какие я проекты реализовал, какие задачи получил, чему я пошёл, научился для того, чтобы этот проект реализовать, или в процессе какие сложности возникли, и после этого я пошёл учиться и там закончил и применил эти знания вот в следующем проекте, да, тем самым вы показываете себя со стороны такого последовательного, развивающегося человека, работника, в котором, скорее всего, будут заинтересованы работодатели. И не стесняемся себя хвалить. И хвалим именно такими вот фактами, это действительно как-то шутка, которая летает в интернете, да, на вас и так всем всё равно, а вы ещё и скромный. Вот, поэтому не стесняемся себя хвалить, но при этом хвалим не просто какой я классный, какой я молодец, говорит, я развиваюсь и дальше ничего, или я стрессоустойчивый и больше ничего, то факты предобавляем. Я об этом вспомнил тоже из другого ролика, тоже рассказывали в плане мотивации, что так исторически сложилось, нам сложно себя хвалить, мы скромные такие, мы стесняемся, это плохо, это неправильно, и важно вести себя как раз-таки по-другому, не надо захваливать, не надо наглеть, но в опыте каждого наверняка может найтись какое-то достижение, которое глупо замалчивать, пытаясь устроиться на работу. Речь идёт об этом, а не то, что хвалить себя просто потому что я классный, вот и любите меня. Нет, просто надо копаться в себе, в своём опыте и уметь находить хорошие черты, хорошие навыки, достижения, потому что на любой работе это вполне себе возможно. Но мы отдалились, мы сейчас уже говорим. Знаешь, твоя такая подводка меня натолкнула на мысль, что как раз следующий эфир мы можем сделать про синдром самозванца. Давай. И про саморазвитие. Это очень важно. Это очень важная тема про то, что, ну, даже не то, что мы не умеем себя хвалить, а про то, что мы не всегда признаём свои заслуги. И вот это вот достижение на работе, достижение на учёбе, то, чему я учусь, это кажется вроде как, ну, за кадром, не совсем важно. На самом деле это действительно важно не только для работодателя, но и для самого себя, для того, чтобы вот этого самозванца всё-таки немножечко в сторонку отодвинуть. Потому что это бешено мешает, бешено мешает жить, достигать новых вершин, быть счастливым в конце концов. Да. И этому тоже надо учиться, а всё-таки тема у нас сегодня в онлайн-обучении, мы немножечко так вильнули в сторону. Это очень хорошо, что мы вильнули, потому что, например, если говорить про курсеры, и опять же, какие, может быть, корочки, какие документы, какое образование там, ну, скажем так, скорее зацепит взгляд того, кто отбирает ваше CV и оценивает ваше CV, то вот, скажем, МАЦИВСПЕОГУШИЕМ, участие в проекте МАЦИВСПЕОГУШИЕМ и обучение в каком-то из латвийских вузов, опять же, говорит о том, что вы проактивны, вы пошли, вы нашли, да, курсера. Это, ну, мировой бренд, который у всех на слуху, те, кто занимается там отбором и развитием персонала, и когда они видят, что человек сам в самостоятельном порядке нашел, докопался, подключился, прошел, преодолел какое-то количество там препятствий, выучился и получил сертификат, это только, знаете, как не на словах характеризует человека, а конкретно на деле. Но смотри, что интересно, если вот это МАЦИВСПЕОГУШИЕМ, это про конкретные навыки, либо про развитие, либо про новые, повышение квалификации и так далее, но это то, что применимо, если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра в какой-то профессии. Заходя на курсеру, глаза разбегаются, хочется и то, и другое, и пятое, и десятое, и начинается ступор. Вот мне, например, интересна, не знаю, там, история Средневековья, или искусство Ренессанса, или в чем смысл прихода Бодисатвы с юга, или тот же самый автокад, что в первую очередь, на что обращать внимание? То, что к душе, или то, что можно применить и на чем заработать? Ну так, если упрощая схему. Ну, мы уже на одной передаче тоже уже поднимали эту тему, да, чему учиться, да, или там, где мое призвание, да, то, чего хочется, или то, что нужно. Но я бы сказала, тут вопрос действительно, ну, приоритета То есть, если вы сейчас сидите без работы, и скоро встанет вопрос, там, трудоустройства и зарабатывания денег, то, скорее всего, не то, что хочется, да, а то, что может принести конкретные деньги. И для этого мы идем сначала, например, на CV онлайн, смотрим, какие профессии сейчас востребованы. Понятно, вы, может быть, начнете с нуля. Да, но, опять же, те же teach girls, девушки, да, которые дают возможность переучиться и поменять профессию. Или, опять же, первые шаги на курсере, но уже под задачу, не то, что все мне предлагают, а когда вы заходите уже с конкретной целью и подбираете по ключевому слову то, что вам нужно. Потому что запутаться там действительно очень много. То есть, все эти вузы, они предлагают, ну, плюс-минус, они следят за трендами и предлагают то, что актуально сейчас на рынке. Где-то повторяются. Поэтому ваша задача выбрать то, что вам сейчас нужно для того, чтобы, ну, вот строить карьеру или продвигаться, или найти работу, или, опять-таки, скажем, усилить свои позиции в какой-то там узкой области для того, чтобы там по окончании пойти к руководству и сказать, слушайте, ну, вот я и так неплохо работаю еще, проучился, давайте обсудим там возможность моего там перевода или в какой-то другой отдел, или возможность там какой-то дополнительной нагрузки. То есть, вот тут скорее про то, курсера, там, МАЦА и БАСПИА ОГУШИЕМ, вот в, как это, в этой карте, да, в этом запуске, в этот период, это скорее про профессиональные, да, про профессиональные навыки, про применение, про заработок, про профессиональное развитие. Но при этом в интернете есть большое количество, опять же, больших порталов, где собираются большое количество курсов, которые касаются хобби. И вот если вот чего-то хочется про развитие, там, про какие-то ремесленные вещи, там, я не знаю, живопись, лепка, покраска стен или еще какие-то вот такие делания руками, да, то есть, например, очень шикарный тоже маркетплейс курсов доместика. Слышал про такое? Нет, если честно. Вот. То есть рекомендую туда зайти. Очень давно известный и очень раскрученный сайт. И там как раз специализация его на вот таких вот, ну, ремесленнических вещах, да. Понятно, ими тоже можно зарабатывать деньги, то есть, там, например, живопись или, там, например, поделки из глины, керамики, там, какие-то вот, буквально недавно там смотрела, там, какая-то бижутерию как делать, да. То есть, вот, если душа лежит вот к этому формату, там, деятельности, зарабатывания денег, то там большое количество мастер-класс по очень приятным ценам, то есть, там, по 15-16 евро можно получить мастер-класс на несколько часов, где тебе очень детально ржуют что, да как и почему, и прям вот, вот, ну, приблизят камеру, заснимут, рассказывают каждое действие и целое движение. Доместика. Отметили маркетплейс онлайн-курсов. Если возвращаться к вопросу CV и саморазвитию, насколько важно показать работодателю не только свои профессиональные релевантные навыки или знания, в том числе получаемые на дополнительных курсах, но и так называемые soft skills. То есть, все это умение общаться и так далее. Опять же, та же самая Courser или любые другие платформы. Ну, то есть, что я многоплановая личность, что я не только про работу, но я еще понимаю, что я общаюсь с коллегами и с другими людьми и так далее. Если говорить про soft skills, то это, в общем-то, такая вот группа навыков номер один, которая сейчас очень востребована, ну, вообще в целом мире и востребована работодателями, потому что какими бы мы техническими асами и гениями, цифровыми гениями бы ни были, нам все равно нужно взаимодействовать между собой и общаться между собой. Поэтому вот прокачка soft skills, так называемые мягкие навыки, это коммуникация, решение проблем, взаимодействие, постановка задач, обратная связь и так далее. Это все те вещи, которые пригождаются не только на работе, но и в простой человеческой жизни, в семье, в отношении с детьми, и без которых, будь ты трижды гений, да, будет очень сложно продвинуться и там построить карьеру и, опять же, заявить о себе. На МАЦ и БСП ОГУШЕМ, на Курсере можно ли найти такие курсы? На Курсере обязательно можно найти, там большое количество МАЦ и БСП ОГУШЕМ, там в том числе, скажем, если сейчас акцент идет на дигитальные навыки, именно, а это скорее hard skills, да, такие твердые навыки, профессиональные навыки, но те программы, например, которые в том числе я смотрела, там обязательно во многих есть блок, связанный с тем, ну, как выстраивать процесс, как там взаимодействовать, да, то есть вот эти темы soft skills тоже так или иначе касаются. Ну и обучение происходит в группе во взаимодействии с преподавателем, так или иначе тоже придется договариваться, здороваться, встречаться, спрашивать, как дела, отвечать на вопросы, презентовать свои, например, проекты или там сделанную домашку. Это тоже soft skills, это тоже коммуникация. Или я жмусь в уголок, или я действительно раз за разом все смелее и смелее выхожу или встаю и презентую свой проект. Используйте эти возможности. Обучение – это такая безопасная среда, где можно прокачать очень много разнообразных навыков, не только получить знания. Которые обязательно пригодятся. Ну и еще раз напомню, что сегодня прозвучали три адреса в интернете – это МАЦ ВСП ОГУШ МЛВ, местный проект, очень богатый на выбор, поверьте, в том числе моему личному опыту. Курсера – международная платформа, пожалуй, номер один на данный момент в мире. И Доместик – это тоже международный маркетплейс онлайн-курсов, где можно найти и по душе, и по работе, и, возможно, по новой работе. Все необходимое от hard до soft skills, от луны и обратно. Пожалуй, сегодня, наверное, на этом мы будем потихонечку закругляться, время эфирное выходит. Итак, напомню, отныне мы называемся программа «Про пригодность». Я Александр Шунин и Елена Хорошкина – методолог, специалист, эксперт в вопросах онлайн-обучения. Мы были сегодня с вами, и вернемся в эфир в следующую пятницу. Спасибо вам, и приятных выходных. Приятных выходных, а в следующую пятницу поговорим как раз-таки про синдром самозванства, самозванства, самозванца, и опять-таки, что с ним делать, как он намешает, и как себе помочь. Так и поступим. Пока.